Александр Васильевич Александр Васильевич Дядь Паш, ну если у вас такие отношения, ну что ты с собой берешь постоянно? Да надоело, каждый день одно и то же, вот умру и Сочи не увижу, умру и Сочи не увижу, увидела твой ход, мама? Дядь Паш, ну ты взрослый человек, тебе 41 год, ведешь себя как ребенок, ты хоть раз в жизни какой-нибудь взрослый поступок сделаешь? А я, между прочим, в этом году буду баллотироваться в президенты Российской Федерации. Понятно? Дядь Паш, а когда президентом станешь, что первым делом сделаешь? Честно? Да. Хочу попробовать Джек Дэниелс. Дядь Паш, я имею в виду для всей страны. Рыжий, хочешь изменить страну, начни с себя. Юра, заводи, поехали. Слушай, надоел этот дядь Пашка, да, Егорыч? Опа, а где Егорыч? А его сразу не было. Че ты врешь, а перегаром от кого пахнет? Ну, он попросил его подменить. Че ты с ним свалил? Небо над землей, цветными красками, мы идем с тобой в поход за сказками, в мире суеты. Алексей. Алексей, мне срочно нужно 30 тысяч рублей, чтобы вывезти мою принцессу на яхте в море. А подешевле от нее никак нельзя избавиться? Прекратите, дайте деньги. Да не дам я тебе денег. Ну, я же никогда не просил. Че ты врешь? Ну, сегодня. Че ты врешь? Ну, на коленях. Че ты врешь? Ну, голос Мельцина. Сегодня в 6 утра. Че ты рассказываешь? Рыжий, 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 там, короче, такая ситуация. Быстро в бобик, мама. Егорыш, ты че охренел, а? Да как ты с будущим тестем разговариваешь? Да прекратите оба. Дядь Паш, че ты вышел? Короче, там твой дядя Леня лебедей вырезает. Из покрышки? Да какие покрышки? Так на всю ставишь ножом, на палы давай, перья в одну сторону, клювы в другую сторону. Там вообще пипец. Дэд Рарий. Конечно. Так пойдем быстрее. Егорыч, а почему у тебя все женщины такие старые, а? Тимофей, пойми, женщины, они как вино. Точно. По твоим прям видно, что их ногами топтали. О-о-о, вы приехали! Здорово! Здорово! Вы ж меня это, в прошлом в Сочи забыли, сволочи, уроды, твари! Что за эмоция, дядь Лень? Да я ж это, пока здесь год жил, волонтером подрабатывал, злиться разучился. Сволочи, уроды, твари! Ммм, прости! Что вы это, в следующий сезон вы в Солиге идете? Ну да. Подождите, не идите, вы что? Вы сейчас в Москву приедете, команду выиграть начнете, вам деньги с разных сторон прилетать будут. Вам бухгалтер нужен, да? А у меня есть знакомый, сейчас познакомлю. Ю-у-у-у-ой, Дима! Мои слезы и моя печаль Здорово, здорова, Ю-Дима! Серьезный человек, между прочим, да? Бухгалтер от бога, знаешь, сколько он за свою карьеру уже 400 килограмм документов сожрал. Отсюда и жога. Да чё вы врёте? Чё нам врать, слышишь, мы солидные люди Алё 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 А ты, дурацкая привычка ещё с дурдома осталась По ладошке разговаривать, да А на этот никто не звонит, да А этот прям разрывается, слушай А чё ты это, симки перекинь Я ж говорю, он не дурак Хороший бухгалтер, за ним даже ОБЭП гонялся, да Ему один раз по решению суда промывание делали Ничего не нашли, профессионал Только у него одно но есть, да Он не работает с ламинированными документами В этом случае никакой гарантии Нет, дядь Лёнь, дядь Лёнь, не надо, мы как-нибудь сами Ну смотри, если надумаете, звоните Только не на ладошку Там постоянно занято Всё, давай О, экран разбил Дорогие друзья, что мы хотели бы сказать в конце Знаете, население Армавира 200 тысяч человек Вот, а по первому каналу показывают четырёх дурачков Вот, какая несправедливость Какая приятная жизненная несправедливость Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога» Сборная ГПУ «Русская дорога», «Русская дорога» Хеллоу, пипл Александр Васильевич У нас для вас подарок, да Не, мы просто такая команда Мы каждый раз Александру Васильевичу подарок дарим Ну это я для тех, кто не так часто на КВН приходит Не, подарок там простой До трёх тысяч Не, ну это не из-за закона Просто по нам видно Мы, может, и хотели бы больше как-то там Не, Александр Васильевич Ну вы тоже молодец Могли бы и предупредить Что Владимир Владимирович на игру придёт Мы бы хоть как-то, ну я не знаю Там, ну хоть как-то Ну отказались, что ли Здрасте, Владимир Владимирович Вы просто не подумайте Что мы сейчас тут билиберду нести будем Так оно и будет, но Мы просто обычные парни, да Обычные ребята Простые, очень простые Знаете, насколько простые? Фух, хотите, воробья покажу Да, он у меня просто в другом пиджаке У меня два пиджака Я вот в одном выступаю А в другом, фух, воробья ношу Боже, что я несу Александр Васильевич, вы не волнуйтесь Владимир Владимирович, расслабьтесь, отдыхайте Фух, всё, я ещё и указания начал давать Алексей, Алексей, может быть вернёмся к нашему выступлению? Да, спасибо, Егорыч Первый раз твой противный голос, так приятно слышать А сейчас будет ещё приятней Вы знаете, что после игры будет банкет? Вы что будете пить? Я планирую начать, свинишка Да ты каждый банкет начинаешь, как свинишка А заканчиваешь, как свинота Лучше бы спел Спою Пили мы с тобой вино Текиллу, пиво, бренди, коньяки В общем, мы с тобой смешали всё Мы с тобой смешарики Ты чё ты несёшь? Лё, слышал анекдот? Нет Показалось, значит Вот ты балбес, а Юра, паркуй где хочешь, просто две первые буквы заклей Да ладно, никто не узнает Лиция Дядь Паш, а ты чё такой злой? Да представляешь, кто-то на моём рабочем столе нацарапал жирная тварь Кто ж это мог сделать? Да кто угодно И тёча на работу забегала И жена еду приносила Короче, ладно, с этим я сам разберусь, ты мне лучше посоветуй Нет, я тут с краем уха слышал, что мне сегодня должны давать взятку 6 миллионов мечеными купюрами Как думаешь, брать, не брать, а? Дядь Паш, меченые 6 миллионов! Дядь Паш, посмотрите, кто в зале сидит Чё, серьёзный президент? Дядь Паш, да говорите нормально, вас все слышат Да я не могу, у меня походу инсульт Юра, звони, быстрей спору Да, кстати, Семён, мы ж вам подарок приготовили Представляете, между Армавиром и Пятигорском лес есть Там два барда живут Говорят, вы начинали вместе Говорят, товарищи ваши Да чё я рассказываю, сейчас я их позову Ребята, идите сюда Круто, да? Прям как в Армавире Стоишь, ничего не происходит Сейчас, если б КамАЗ корову сбил Прям один в один, суббота Да А где он сидит-то, а? Где он сидит-то? А вот он, да, красавец-мужчина Синя! Вон он сидит, посмотри, большой человек Туфли на ногах Слушай, Семён, ну ты, конечно, сильно изменился Сильно, да, вон, костром не пахнешь Видишь, хорошо Может, на денёк сорвёмся в лес, а? Ослепнем, повоняем, а, Сень? Слушай, Сеня, помнишь нашу песню «Костровую»? Помнишь, помнишь? Я спросил у я Синя! Да, он Суслопаров да петь не даёт Помнишь, Суслопаров? Помнишь, как вы с ним в поход вдвоём пошли? Его ещё медведь схватил и в берлогу потащил Так он тебя до сих пор на помощь зовёт Синя! Слушай, Семён, у нас вопрос такой А как так получилось? Мы песни с тобой вместе писали А сейчас ты по Москве на джипе ездишь А мы на клеёнке с горки, а, Сень? Ладно, Семёш, поехали мы в Армавир, да Тебя с собой не зовём, понимаем Работа, связи, продюсер ты, да, вот Валди, собирайся Валди! Он и Суслопаров тебе уже привык Давай, если тём, мы за кулисами Ну чё, барды выходили? Не знаю, мы кушать ходили Вы чё, издеваетесь, а на сцене кто был? Александр Васильевич, он же здесь ответственный Слушай, вам вообще ничего доверить нельзя А что вы зараза раскомандовались? Потому что я капитан А чё это вы капитан? Давайте выборы проведём Выборы? Давай, хорошо Вот тебе бюллетень Вот тебе бюллетень Вот мне Ого, у тебя урна в башке, да? Ты давай голосуй, а Я проголосовал Тимофей тоже Да давай, думай ты, ещё стоит он там Так, ну что ж, выборы состоялись Наблюдатель всё зафиксировал Итак, один голос за Алексея Второй голос за Алексея, спасибо, Тимофей И третий голос за Алексею Ты чё, за меня проголосовал? Да А зачем? Ты ж больше всех возмущался Зато теперь я спокоен, что это я вас назначил Вот ты балбес, а Рыжий, рыжий Там какой-то мужик с клюшкой бегает, тебя ищет Блин, точно, у меня ж брат здесь в Москве в хоккей играет Странно, а чё он здесь делает? Виталик, Виталик, ты только не выходи Чё это такое, дядь Паш? Да представляешь, мы, короче, с Юрой одного алкаша задержали, а вот, а он нам мигалку сорвал Кстати, есть паяльник, а? Зачем? Не, ну надо ж как-то человечка наказать, а? Юра, поехали в тысячу мелочей, а? В хоккей играют настоящие мужчины Вот сумка, вот клюшка Чё случилось, Виталь? Да я должен был с нашими ребятами на Олимпиаду лететь Не получилось, да, в этот, как его? Пченчик, 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 да похлопай ты Зубом подавился Так чё не полетел-то? Да не получилось, там два варианта, да? Либо я сам не в тот самолет сел Либо мне тренер специально билет до Калуги купил Вот сумка, вот клюшка, вот калуга Стоим смотрим друг на друга А так хотелось в этот пченчик Пченчик, 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 да похлопай Опять зуб? Да, да ты не перезывай, там всего 6 попыток осталось А ты же знаешь, что сегодня на игре присутствует Иван Телегин? Конечно знаю, Ваня, Телега, брат, здорово! Да вон он сидит Да я знаю, это просто такая хоккейская стутка у нас, да Покажи ещё раз, я... Вот Ваня, Телега, брат, здорово, слушай Как ты выиграл? Вот сумка твоя, вот клюшка Да не, ладно, сутью На самом деле молодцы, красавцы, пацаны Мы вами гордимся Вот, сейчас победу у вас пойдём отмечать Может с нами, а? Там такая компания собралась Я, два барда, сейчас пельс освободится Ну смотри, мы, если чё, за кулисами Да, дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце Знаете, у хоккея КВНа есть кое-что похожее Ни за то, ни за другое России никогда в жизни не было стыдно Ну если уже Ну если уже в хоккее победила машина То пускай в КВН победит дорога Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога» Сборная АГПУ Хеллоу, пипл! Снова мы Александр Васильевич Скажите честно, специально поставили музыкальный фристайл? Вы же знали, да, что Армавир с древнекраснодарского переводится как музыкальный фристайл? Ну нельзя ж так в открытую нам подыгрывать Не, ну мы всё равно решили нашим соперникам дать шанс Вот, и специально привезли из Армавира менее талантливых людей Вот, например, встречайте Валерий Бюджетов Здорово! Здравствуйте, Валерий, чем вы занимаетесь? Я первый исполнитель в жанре бюджетный шансон А что такое бюджетный шансон? Ну это песня о том, что воровать из бюджета это плохо И об этом моя песня Я с детства подружился с госбюджетом И его объём мне голову вскружил И вот однажды знойным жарким летом Я от него кусочек отпилил Это и вся песня? Зачем вы меня остановили? Я вас не останавливал, вы сами остановились Да, вы в том и дело, что я не остановился Подумал я, что этого мне мало И снова руку запустил в бюджет Тогда еще не знал, что скоро сяду На очень-очень-очень много лет Так получается, из двух миллионов вы украли миллион восемьсот? Эта мысль мне тоже не давала покоя Для нужной суммы не хватало двести И знал я точно, где их можно взять На работе Но не успел открыть я дверцу сейфа Как в кабинет мой начали стучать А почему вы дверь не открыли? Я сжигал улики Сжигал лимон В камине заграничном Сжигал лимон А в дверь стучал ОМОН Суть этой песни Не воруйте деньги Причин на это Ровно миллион Представляете, у нас весь город музыкальный Весь, да Вот на днях даже Дробыш звонил Говорит, давайте я ваш город по другим городам с гастролями повожу Кстати, у нас же музыкальная гимназия есть Да, очень хорошая Вот директор музыкальной гимназии сегодня с нами приехал Встречайте Добрый вечер, дорогие друзья Подождите Так почему вы моего сына выгнали со школы? Да потому что у него слуха нет Слуха нет? Коля А? Ты кого надурить пытаешься? Да поймите, какая ему музыка? Он элементарных вещей не знает Два плюс два сложить не может Может Ответ, правда, неправильный получается Да Коля, давай, два плюс два Четверг Вот, уже ближе, хотя бы ночью Давай, думай Ага Так почему сына выгнали со школы? Вы понимаете, он не ходит на занятия Целыми днями за школой ходит И те рэп батлы свои читает Зато не курит Не, мам, мы курим Мы ради этого там и собираемся Так ты считай, давай, давай Два плюс два Сибирь Холодно Возвращайся обратно к четвергу Ага Женщина, женщина Ну зачем вам эта музыка? Послушайте, мы что, ему зря барабан покупали? Он целый день ходит, в него барабанит по дому Нас соседи ненавидят Сверху топят, снизу поджечь пытаются Хорошо, что одновременно КПД ноль Так, давай, соберись Один плюс один Четыре Эй Рано я условия поменяла Женщина, хорошо Мы возьмем его в музыкальную школу Но только на платной основе На платной основе Мы согласны Денежка у меня есть Я за него алименты От трех разных мужчин получаю Ага Так, Коля, ты готов? Давай, два плюс два Четыре Шучу, сто семьдесят Вот ты балбес, а! Александр Васильевич Леша врет На самом деле не все так музыкально в Армавире У нас есть для вас две новости Одна хорошая, другая плохая Хорошее то, что у нас есть рэп-группа А плохая, она плохая И сейчас придет на эту сцену Встречай, легендарное возвращение группы Шагов, бокс и скай Пушка! Здоров, бро! Привет, чувак! Как всегда, руку не дает Помнит! Помнит! Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда! Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай! Мы вообще-то звезды, да! Мы даже стадионы убираем! Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем Да! Поехали, первый трек, да! Поехали! Этот трек про МОК Международный олимпийский комитет Нет, про гидрометцентр Да! Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, нет, про Международный олимпийский комитет Точно, да! Да, да! И неправильный прогноз погоды Объявляете? А, нет, про гидрометцентр Точно, да, да! Как было изначально? А потом нас на олимпиаду не пускаете Слушай, братан, давай для себя определимся Кого мы больше ненавидим А то мы этот рэп никогда не допоим Да, точно! Е-е-е-е-е-е Шаг, лоб, лоб, зэ-скар Бу-бу-бу-бу Пускай, е-е-е Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу Хе, братан, ты нас пугаешь Теплым помещением в трехразовом питании Мы согласны Конечно Так пошли вон отсюда, быстро Бро, подожди Мы реально классный коллектив Да Мы можем выступать прям на разных мероприятиях Да, как на веселых, так и на грустных В смысле? Смотри, слушай Поехали Такой красивый Перестал дышать Ты что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно? Братан, не рассказывай нам за рэп Мы в рэпе не первый день Второй? Нет Третий? Нет Бро, еще пару попыток он угадает Пусть пытается Так пошли вон отсюда Да ладно, ладно, все, бро Последний трек, который понравится всем Поехали Поехали Два нуля Два нуля Три четверки Две единицы Да, записывайтесь с моей мамкой на ресницы Юля принимала для мозга пилюли Закончились пилюли у Юли в июле И вот бегает по площади Юля Вместе с голубями Гули, 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 гули Гули, 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 гули И я за шваком Бонсер-стай Бу-бу-бу-бу Бучка Так успокойтесь Успокойтесь быстро Я сейчас подкрепление вызову Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут Пошли вон отсюда Дорогие друзья На самом деле мы вас обманывали Никакой Армавир не музыкальный город Да Ну и что, что не музыкальный Зато мы в нем живем как по нотам Спасибо С вами была команда КВН Русская дорога Сборная ГПУ Против телезрителей сегодня играют Учитель истории Алексей Кривеня Хеллоу, пипл Сейчас объясню, что происходит Просто недавно я принимал участие в интеллектуальной игре Что, где, когда Ну что могу сказать Последний раз такие чувства мог испытывать только на ЕГЭ Там тоже вокруг тебя много умных людей Наблюдателей И ты сидишь ждешь, пока этот час закончится Меня вообще-то тоже приглашали на что, где, когда Что, серьезно? Да Я просто в черный ящик не поместился Вот ты балбес, Тимофей, а Стой и молчи Кстати, Александр Васильевич, ну вы тоже молодец Вы если нас тогда приехали поддерживать То надо было поддерживать А не вот это вот говорить Я бы их убил Алексей, ну Александр Васильевич пошутил Ага, пошутил А когда я с нескучного сада выходил Подъехала машина Опустилось окно И он вот так показал И уехал с царапиной на шее Ты представляешь, какой он злой был Что сам себе навредил А вы уверены, что это был Александр Васильевич? Если бы я был уверен, что это был Александр Васильевич Я бы вообще на игру не вышел Да прекратите нести чушь Иди быстро извинитесь Александр Васильевич, ну правда извините меня Я сейчас немножко погорячился Я понимаю, что вы тогда приехали нас поддержать Так сказать, направить Вот по-отцовски Это не он, нет у него царапины Ладно, вы пока что-нибудь покажите А я пойду переоденусь Алексей, мы забыли вам сказать Мы вас выгоняем из команды Чего это вдруг? Ну просто мы поняли, что вы не командный игрок Причем сразу в двух передачах Егорыч, я не понял Ты что, решил выпить для храбрости И нажрался до тупости? Очень смешно, я прям чуть не описался Ты чуть не описался, потому что я чуть не долечился Лех, мы серьезно, это наше взвешенное решение Тимофей, прекрати Последним твоим взвешенным решением Было под скорую помощь броситься Чтоб дедушке в больницу быстрее доехать Интересно, и на кого же вы меня променяли? Незаменимых людей нет Тем более мы нашли достойного кандидата Вот он так, пипл Дядь Паш, вообще-то хеллоу, пипл Слышишь, Рыжий, рот свой закрой Может я в школе немецкий учил Все, увольняюсь из полиции Теперь в КВН играть буду Ой, дядь Паш, какой с тебя КВНчик? Да между прочим, меня в отделении называют Ходячий анекдот Это потому что ты один раз между двух деревьев застрял И вообще, дядь Паш, ты никогда в жизни не станешь капитаном Не каркай, как мой начальник Тот вещь на гунь дел Сейчас ты начинаешь Ой, да играйте как хотите Ну вас нафиг Ну что, хламоны, давайте Водите меня в курс дела Дядь Паш, вы теперь главный Так, сразу вопрос Кто главнее? Я или Александр Васильевич? А вы как думаете? Я, скорее всего, неправильно думаю Поэтому и спрашиваю Ну, Александр Васильевич Вот, значит, я правильно-неправильно думаю А в жюри кто главный? Эрнст А где он? Не пришел Ну, вот, сразу видно начальник Да, захотел, пришел, захотел, не пришел А Пельдж где? Тоже не пришел Вот молодец, по моей схеме работает Начальника нет, че приходить, да? Все равно никто не оценит, да? А это Юлий Соломонович Гусман Старожила КВН О, старожила, я вас искал Поднимите, пожалуйста, шлагбаум А то мой Бобик на территорию не пускают Да где эта скотина? Шухер, жена моя идет Ага, вот она ты где Зараза безработная А ну быстро в ментовку вернутся Так, я, короче, буду теперь играть в КВН, понятно? Посмотрите на него, а, КВНчиком он стать хочет Я на своем горбу всю семью тяну Вот за разные работы хватаюсь Дмитрию Хрусталеву В вечернем Урготе слова пишу Волочковой ровной поверхности ищу ЛДЖ глаза в молоке вымачивала Еще и анализы из больницы Дедова пришли И че там? Ничего хорошего Не переедем мы в этом году Я сказала, быстро в ментовку вернулся Да как ты не понимаешь? У меня два ножевых, три огнестрельных А я тебе сказала, наладь отношения в коллективе Лариса, ну пойми, меня сейчас по телевизору показывают И я потом буду деньги зарабатывать Вас в ментов, когда по телевизору показывают Вы перестаете деньги зарабатывать Я сказала, быстро в ментовку вернулся А че ты заладила с этой ментовкой? Пойдем, доча Папа, а у меня будет братик? Да щас прям Я теперь за твоей матерью буду следить Вот видите, пацаны Кинул вас дядь Паша При первой же возможности О, Алексей, это вы? А как он не понял, что это не его жена? Да потому что он тупой Дай ключи от квартиры Еще я постриглась как дура Пацаны, как вы не понимаете Нам вместе держаться надо Ведь сила в команде Это я на что, где, когда понял Ну вот видите, были же умные мысли Были, но поздно Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога» Сборная АГПУ Всем нам знаком сюжет Когда влюбленный юноша Поет серенаду под окном Своей избранницы Но в Армавире этот сюжет Выглядит немножко иначе Итак, Армавирский двор Шесть часов утра А ну я зашел от груши Да дед, не трогал я твою грушу Ты понимаешь, у меня на твою грушу Аллергия Я потом чешусь весь Вот куплю патроны Я тебя пристрелю Ой, дед, иди домой, а Как он долго стоял Я чуть не спалился Извините, а это какой дом? Это мой дом Че тебе надо, Склифосовский? Дело в том, что где-то в этих домах Проживает моя возлюбленная И я хотел бы с помощью песни Признаться ей в любви Ее Лена зовут А, Ленка, телеграмм с первого подъезда Почему телеграмм? А ее меты постоянно закрыть пытаются Да нет же, моя Лена вовсе не такая Давайте я спою песню, и вы поймете А, ну давай пой, слышишь? Только погромче, я пока грушу трухану Хорошо Твоим именем, милая Все подъезды исписаны Ты еще в подвале не читал, что про нее пишут Мы с тобою похожи И мечтами, и мыслями Ты че, тоже 30 килограмм сбросить хочешь? Я смотрю, как ветерок Твои губы колышет По-любому, Ленка, у нее зубов нет Губа западает И я верю, любовь мою ты услышишь Если ты меня любишь Спускайся поскорей Я купил тебе сухариков и пиво Я посветлее, че ты поешь? Послушай, ни одна девчонка с нашего двора не поведется на эти сопли, понимаешь? Тут надо как-то человечка зацепить Хочешь я тебе помогу? Давайте Давай, на каком этаже она живет? На шестом Давай полкирпича Здесь только целый Нет, целый я только до третьего докидаю Да не надо ничего кидать Видите, окно открыто А в смысле закрыто кидать? Там же по человечку попасть важно Да не надо ничего кидать Ладно, короче, давай напишем ей послание Чтоб она, короче, увидела, а не услышала Давайте Давай, смотри, если так А? Круто? Прикольно, только тварь с мягким знаком пишется Ничего она поймет Я сейчас спущусь А, я тебе говорил Вон, держи грушу Спасибо Я сказал не трогать грушу, а? Дед, ты нормальный Нет, че ты как Трамп Ты сначала разберись с ситуацией Потом стреляй Ты нормальный Человек пришел, девчонки, песню пел Какую песню? Дед, ты че глухой? Весь двор слышал, один ты не слышал Весь двор слышал? Да Оно отошел Я хочу обратиться Ко всем, кто здесь живет Кто тронет пальцем грушу Тот под грушей И помрет Дед, да надоелся с этой грушей Чем ты ее опрыскиваешь? Весь двор ходит, чешется Лешка, я сейчас обуюсь и выйду А то я как дура босиком выбежала Ты это, это, Лена Она еще 30 килограмм набрала Ты че сделал? Ты кракена вызвал Я уже бегу Да мы видим, пыль столбом стоит Дед, дед, че ты стоишь? Стреляй, дед Стреляй У тебя есть патроны на кабана? Нет Тогда и смысла нет Убери ружье Я уже на первом этаже Да мы видим дом ходуном ходит Че делать, пацаны? Давай мертвыми прикинемся Нет, она ступит на нас Слышь? Короче, все, пацаны, бегите Это не ваша война Я ее встречу Лешка, это ты мне послание написал? Да Ты мне тоже очень нравится Давай встречаться Давай Максим, что ты тут делаешь? Я хотел спеть серенаду под твоим окном Так я в соседнем дворе живу А о чем ты хотел мне спеть? О том, что я люблю тебя Ой, и я тебя люблю И я тебя люблю Я тебя тоже люблю А я люблю грушу И тишину Дорогие друзья Кто-то из вас может подумать, что такого случая не могло произойти в Армавире? Ну, может быть Но дед у нас точно такой есть Спасибо С вами была команда «Русская дорога» сборная АГПУ Друзья, совсем скоро в России стартует чемпионат мира по футболу Итак, давайте вместе перенесемся в офис оргкомитета будущего чемпионата Ну что ж, коллега, к чемпионату мира все готово Все объекты сделаны, значит, все хорошо Осталось только провести церемонию открытия на высшем уровне Здравствуйте, 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 здравствуйте Вы кто такие? Я ж говорил, они спросят Мы, армавирские гимнописцы, пишем гимны на любые мероприятия Ну, например Пока нет примеров, мы со вчерашнего дня работаем Вас поздравляем, вы в нас первые Спасибо Не за что Ну что, коллеги, послушаем гимн к чемпионату мира по футболу Вы можете представить музыку? Ну да Ну, представьте, играет музыка Первый гимн называется как? Вперед Три, два, один Вперед Такая песня У нас уже есть гимн Хорошо, не хотите гимн? У нас есть песня про футболистов Пожалуйста, коллега Роналду вышел на балкон В Саранском, чтоб полюбоваться Вдруг собираться стал народ Роналду начал одеваться Так прекратите! Ну ладно, ну что вы заводитесь Хорошо, не хотите песни? У нас, значит, есть символ для сборной России по футболу Вот, пожалуйста, разные грабли Зачем? Чтоб на одни и те же не наступать Это бред Не, ну ладно, бред, бред У нас есть песня про футбольного арбитра Пожалуйста Угодил мяч арбитру в висок Проглотил он случайно свисток Только песня совсем не о том Как он присвистывал, он при ходьбе потом Так, успокойтесь! У вас вообще есть что-нибудь святое? Да, мы яйцо с Пасхи только сегодня скушали Так, убирайтесь отсюда! Ну ладно, подождите, что вы кричите? Есть хорошая песня, которая посвящена первому матчу сборной России по футболу Пожалуйста Первый тайм мы уже отыграли И Черчезов садится в такси Так, пошли вон отсюда! Вы что, с ума сошли, что ли? Дорогие друзья, а мы почему-то уверены, что наша сборная выиграет домашний чемпионат Ведь дома и стены помогают Опять же, может и ребята какую-то активность проявляют, да? Спасибо! С вами была команда ГВН «Русская дорога» Сборная АГПУ Где янцарь блестит Фестиваль идет Много лет его Масляков ведет Эй! Усы невежды! Это что за девочки были? А это волонтеры Что-то они не похожи на волонтеров Они просто еще не знают, что им ничего не заплатят Так, замолчи и встань нормально Hello, people! Ну? Забыл, что хотел сказать из-за этих волонтеров твоих А пока вы вспоминаете песня Политическая Этим лет нам наблюдал Путин Трампу руку жал Отпускать не торопился Хочет, чтоб поцеловал Ты что несешь ты? Ай, Алексей, аккуратней! Я сгорел на пляже! Что ты врешь? Светлогорский сгорел! Поверьте, подвыпивший человек Может упасть в костер где угодно Так, замолчи и встань нормально Александр Васильевич, здравствуйте! Спасибо за приглашение Вот мы, как всегда, приехали не с пустыми руками Да, написали про вас картину Представляете? Вы, как человек, олицетворяющий веселье На коне копьем юмора Пронзайте вселенскую грусть Вот, пожалуйста Тимофей, ты нормальный? Ты что нарисовал? Ну, как ты и просил Александр Васильевич на коне пронзает грусть Грусть? Не грипп! Грусть, эмоция! А как я тебе эмоции изображу? Ну, тупо же ты как-то на лице изображаешь, Когда у тебя за долг спрашивают Какой долг? Посмотрите, как правдоподобно Не, серьезно, какой долг? Ну, все, не переигрывай Вот что теперь дарить Александру Васильевичу? Да давайте подарим песню Катышки, катышки, катышки и нитки От бабкиного твитера В пупочке у Никитки Егорович, у меня один вопрос Ты здоровый? А что такое? А у меня просто такое впечатление Как будто ты за старшим братом не вещи, а болезни донашиваешь Иди за кулисы и приложи себе подорожник на лицо Зачем? Чтобы рот зажил Тимофей, ну ты хоть понимаешь, что мероприятие ответственное Мы должны выиграть большого кивина в золотом Это наш долг Какой долг? Да замолчи ты И вообще, где ты два дня шлялся? Я ездил в ближнее зарубежье И привез тебе оттуда европейские ценности Да фу, Тимофей А что фу? Вот немецкое столовое серебро А, прикольно, спасибо А поцеловать? Да иди ты нафиг А что, за что купил, за то и продаю Да успокойся Здорово, хламоны О, привет, дядь Паша, что у тебя на плече? Да это мне просто чайка в звании повысила Боишься, адмирал, а? Спасите, помогите, грабят, умоляю, кто-нибудь спасите Дядь Паша, что вы стоите? Да я прям по голосу слышу, что я там не помогу Дядь Паш, ну хватит Да ладно, серьезно, рыжий, я здесь по делу Можете покинуть помещение, мне одного человека допросить надо Давай, заходи сюда А, менты позорные, че он надо? Нормально, иди, тебя никто не трогает Кто такой? Толя Мундиаль Почему Мундиаль? Да, просто выхожу раз в четыре года Ладно, хорошо, за что задержан? За то, что на трибунах пел песни А я Неймара узнаю об обводке А Роналду, а я узнаю об Афинтам А Смолова я узнаю об Анаколке А больше Смолов не запомнился ничем Ты че поешь, с ума сошел, что ли? Что вы там на трибунах вообще употребляете? Именительный падеж В смысле? Ну кто что? Так пошел вон отсюда Здорово, пацаны, вы русская дорога? Ну да Есть, я их дашу Пацаны, вам по-любому сегодня выиграть надо Я на вас все деньги поставил Вон, голые хожу Вы на ставках играете? Я ну как играю, отыгрываюсь Вы, наверное, все на чемпионате мира проиграли Да не, какой чемпионат мира Я на футбол не ставлю, он предсказуемый Я ставлю на невероятные события Чтоб за один раз куш сорвать Кстати, Меркель в жюри? Нет Да блин, ну как так, а? Ой, еще и Масляков не в шортах Две ставки не просли за день Ну ладно, ничего, сейчас Королева с Николаевым обратно сойдутся Я сразу все деньги отыграю и долги раздам Так это надо, чтоб Королева с Тарзаном разошлась Нет, ты что? Так выигрыш маленький, надо, чтоб они троем жили, понимаешь? Вы нормальный? На такое ставить как минимум глупо Ой, ты больно умный Ну поумнее, чем некоторые Да? Тогда скажи, сколько бурых медведей на планете Земля? Не знаю Я написал 19 Вот ставка, да? И не проверишь, прошла или нет Так ладно, пацаны, вам по-любому выиграть надо Это, а я пойду поставлю, чтоб Путин победит Так он же победил Макгрегора в третьем раунде Егорыч, а где Леха? А Леха за кулисами с мамой разговаривает Тетя Галя приехала Блин, я ее не люблю Почему? Она у меня в детском садике котлеты воровала Ну Тимофей, ну все на работе подворовывают Так она у нас не работала Ой, Валя, да пойдем Какая-то граница с Латвией Это собака лежит Тетя Галь, здрасте КВН покрасьте, кисточки за кулисами Вот, Валя, посмотри, какое звездное жюри сегодня О, жюри, Галя Да ну прекрати ты Не приехал твой безруков Просто Валя очень сильно Сережу любит Она даже в Бога не верила, пока его безруков не сыграла Галя, Галя, Галя Я, наверное, сегодня в гостинице ночевать не буду А что это вдруг? А ну рассказывай Да я что-то по бабкам не вытягиваю Так все, прекрати, Валя Мы сюда по делу пришли Здрасте, Александр Васильевич Мы посмотрели ваши эти музыкальные фестивали Вы всем кивинов раздаете А у вас кивина почему-то нету, да? Вы что, не можете какую-нибудь коротенькую песенку придумать? Ну это ж просто Вот, например, да, пожалуйста Цвет настроения синий Валера выпил и надел бикини Видите? Да, или песня ПТУшницы Сегодня в белом пати кружится А завтра ты в роддоме тужишься Галя, это жизнь Я ж говорю, это все легко Да прекратите, тетя Галя Вы нам все портите Да это ты постоянно все портишь На самом деле Это я Я что, один должен переживать Почему у Александра Васильевича кивина нет? Леша Позови маму, пожалуйста Что, Валя? Галя, дай ключи от номера А то мне что-то прям поплохело Ой, да иди отсюда, вас Александр Васильевич Мы на самом деле считаем, что это несправедливо Почему у вас до сих пор нету кивина? Вот мы с ребятами посовещались И решили вам подарить своего прошлогоднего Ну вы знаете, как мы к вам относимся Вот теперь у вас есть большой кивин с светлым Алексей, вам не кажется, что Александр Васильевич достоин золотого? Ну ничего страшного, в следующем году золотого подарим Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога» Сборная АГПУ Хеллоу, пипл! А че вы такие грустные сидите? Как будто это вам после моря Феном нужно и голову, и шапку сушить Ну, а? По нам сразу видно Мы хоть и на отдыхе, но к мероприятию отнеслись серьезно Да, кстати, люди, сидящие в зале Могут обратить внимание на наш внешний вид И подумать, почему так дорого билеты на КВН стоят? Но если плавно перевести взгляд на Александра Васильевича То ситуация выравнивается Да, кстати, Александр Васильевич Мы, как всегда, не с пустыми руками Да, подарок вам приготовили Тимофей, давай Так, значит, да Вот завтра после обеда ничего не планируйте Потому что вы идете на афрокосички Ты идиот? Ну, ты же сам говорил Александр Васильевич каждый год сюда приезжает Ему нужен оригинальный отдых Так, а ну дай сюда Сейчас посмотрим, что ты там оригинального нашел Так, значит, афрокосички Понятно Прыжок с тарзанки Ну, да Афрокосички Зачем два раза? Ну, после тарзанки они же расплетутся Так, значит, джейпинг Хилинг Рафтинг Ты что, потом отдых в рифму начал выбирать? Дебилинг И меня еще заразил Александр Васильевич, извините, пожалуйста Ну, не получилось вам подарок подготовить Ну, простите, да Ну, серьезно Не пойдете ж вы на афрокосички Не пойдете? Ну, с другой стороны, Александр Васильевич Очень тяжело выбирать человеку подарок У которого все есть Кроме афрокосичек Замолчи ты, я тебе скажу Наша служба и опасна, и трудна И на первый взгляд Здорово, дядь Паш Ты чего так вырядился? Тихо, Рыжий Я здесь на задании под прикрытием работаю Да ладно И кого вы ловите? Кайф Да, шучу Я здесь в отпуске отдыхаю А, дядь Паш Ну, ты как маленький, слушай Взял себе эту временную татуировку нарисовал Какая временная, она настоящая, мне ее в тюрьме набили Дядь Паш, ты что, сидел? Да нет, на дежурстве был и прикемарил Возле клетки А эти сволочи не растерялись Слушай, дядь Паш, ну и что, только на плече татуировка? Да если бы, я ж во сне ворочаюсь Вот теперь получается, русалка стоит в очереди в храм Слушай, дядь Паш, так ты что, один на курорт приехал? Да нет, женой, только она на меня уже обиделась Почему? Да ну взяли катер и выплыли с ней в море Ну я вроде шутки и в воду толкнул И уплыл А, вернулись, а она обиженная, да? Я не вернулся Так, Рыжик, кстати, на пляже шаурму не берите Почему? Сейчас вернусь, расскажу Слушай, а где Егорыч? Уважаемый отдыхающий, прошу обратить внимание на полюсору А ну убери рупор! Уважаемый отдыхающий, прошу обратить внимание на полюсору Так, Егорыч, ты что себе позволяешь, а? Это что такое? Мы здесь должны выступать, а ты там ходишь, кайфуешь? А что? Я творческая личность Я хожу на светские рауты Пишу стихи молодым девушкам Пишешь молодым девушкам, а живешь со старой женщиной? Алексей, вообще-то мать это святое Это чужая мать! Ну все, ну хватит на меня ругаться Тем более у меня есть музыкальный подарок Женщина не таксует, девушка Я не таксую, че вы как бараны Слезать с катамарана Так оно замолчит, ты че несешь так? Ну что, не нравится это, есть другая песня Я люблю тебя, Марина, все сильней день ото дня Потому что препараты стимулируют меня Егорович, я тебя когда-нибудь выгоню с команды Ой, прям напугал Я вообще-то самодостаточная личность Вон, смотри, у меня в карманах юпи, кукуруку Блин, я че, старые штаны надел, что ли? Замолчи, я тебе сказал Дядь Паш, ты откуда цыганский знаешь? Да там ничего сложного, просто передразниваешь и все Ой, да ладно, дядь Паш, и че она сказала? Спросила, во сколько сегодня моих детей из детского сада забирать Дядь Паш, ты че цыганке доверишь своих детей? Вообще-то это ее дети тоже Так, все, рыжий, собирайся и пойдем со мной Мой Бобик до отеля дотолкаешь А че такое, бензин закончился? Нет, просто подорожал Пойдем, толкать будешь Егорыч, а как ты думаешь, у Путина брат есть? Ты че, это ж Путин У него все есть? Тимофей, ты чего это? Я хочу Пелагея в любви признаться А ты знаешь, что она замужем? А это стопроцентная информация Так, Тимофей, пригоди, стань на место Обстоятельства, до завершения Обстоятельства, ах, вы кто такие, слышь? Вы кто такие, слышь? Кто вы такие? Вы кто такой? Че вы кричите? Я вообще-то охранник этого концертного зала Слышь, вы кто такие? Подождите Подождите Мы КВЛчики, у нас здесь концерт Опять концерт? Да сколько можно, слушай Каждый день эти ваши концерты Вот вчера Петросян со Степаненко приезжали Вот так концертный зал пополам поделили Один здесь для своих выступает Другой здесь для своих Здесь ни стучки, ни табуреточки Здесь ни баночки, скляночки Странный у вас какой-то кашель Да это не кашель Я просто на каратэ записался Два дня хожу Пока только звуки выучил И пару приемов Верхний шпагат Тройной удар Слышишь ты? Наверное, работа охранника скучная Да с вашими концертами не соскучишься Вот, пожалуйста, Элджей приехал Пел песню эту Розовое вино Так абхазы подумали, конкурент Пришли, люлей наваляли Локти-кокти Еле отбил его Да тут вообще, что не концерт Так казус Казаченко, значит, приехал И во время припева разбежался И в зал прыгнул Ради хайпа? Ради полтинника Как он его заметил еще, самое странное Самое главное, когда я к нему шел Меня люди не пускали А вот когда прыгнул Они раступились Ты посмотри Да, знаешь, у кого самое яркое появление было? У кого? У Баскова Да Он сначала на парашюте Два часа вот так над концертным залом кружил Потом, короче, он Ту-щель влетел Вот так над людьми пролетел И сюда на сцену Правда, только петь начал Катер тронулся Его обратно в море унесло Ладно, что, короче Выступайте, не буду мешать Подожди, помогите мне это слово в сканворде разгадать А ну, как называется порода тигров Которых на планете осталось 20 штук? Уссурийские Вот, блин, я слабый написал Ладно, давайте, выступайте Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце Знаете, мы единственная команда на этом кубке Которая до сих пор принимает участие в сезоне И для нас это пятая игра за год Александр Васильевич, вы вообще в курсе, нет? Спасибо, с вами была команда КВН Русская дорога, сборная АГПУ Дорогие друзья Очень часто люди, отдыхающие на Черноморском побережье Ищут жилье подешевле Но дешевле не значит лучше Итак, перенесемся в частный сектор города Сочи Ну вот, значит, душ, вот кондиционер До моря 100 метров В вашем распоряжении бассейн И трехразовое питание И это все за 300 рублей в сутки Я почему такие скидки делаю? У меня просто сосед дед назойливый Всем надоедает Он прошлым клиентам спать мешал Как? Между ними ляжет и разговаривает Слушайте, ну мы дверь будем закрывать, не переживайте В общем, мое дело вас предупредить И, кстати, оплата вперед Вот, пожалуйста, здесь сразу за месяц Ну все, приятного вам отдыха Если что, мой номер есть, звоните Спасибо О, вы приехали! Ну что, давайте знакомиться Меня зовут Дед Ван Дам Дед Ван Дам Дед Ван Дам А почему Ван Дам? Да меня просто весь район пытается на две табуретки уложить Но я пока за брата не отомщу, не дамся Слушайте, ну что, вы откуда? Мы из Тулы О, земляки, значит Вы тоже из Тулы? Не, я про вас Вы шоба из Тулы, значит, земляки Слушайте, раз вы теперь соседи Давайте вечером ко мне на шашлык из дельфинятины Вы что? Дельфинов нельзя убивать? Ну и воскресить его тоже не получится Дед, ты какой-то странный Да это все после того случая После какого? Да это долгая история Объясни в двух словах Ну если в двух словах, то не заметил, не успел Ну а если в трех? КамАЗ Ладно, слушайте, отдыхайте, не буду вам мешать Давай, пакета А, кстати, слушайте, в этом году море холодное, да Лучше из-под крана пейте Слушай, дед какой-то неадекватный, давай съедем Валер, 300 рублей в сутки, потерпим Ладно, хорошо, я в душ, а потом на море Все, давай Дед, ты что в ванной делаешь? А что ты без сну колезешь? Лена, ты видела, что за прикол? Что там такое? Покажи Опа, а где он? Слушай, соседи, знаешь, что это? Хотел пригласить вас на охоту А вы что, охотник? Конечно, ты что? Я белки со 100 метров в глаз попадаю Пойдете со мной на медведя А в чем наша задача заключается? Ну как, белку к медведю примотать? Я ж только по белкам попадаю Дед, иди отсюда Да ладно Давай съедем Правильно, освежать вам надо Да, это страшное место Раньше на месте этого дома Росло огромное абрикосовое дерево Да И плоды зрели, на землю падали И никто их не собирал И что? Дом на костях построен Дед, иди отсюда Нет, ну в самом деле странный какой-то мужик, да? А я тебе говорил, все, я в душ Фу, жарковато как-то, окно что ли открыть? Здорово, соседка! Слушай Дед, ты что здесь делаешь? А что такого? Ну второй этаж здесь Да ничего страшного, у меня руки крепкие Слушай, знаешь, что залез это? А у тебя какой размер обуви? 36 Вот блин, мне 17-й нужен Зачем? Да я тазик маленький купил, не могу вино натоптать Слушай, знаешь, что я это? Залез Что, дедушка, руки затекли, да? Да не, кажись, бабка устала Дай нормально Слушай, а я что залез? Я хочу тебе глаза на твою Валерку открыть Да, изменяет он тебе Мне мы, Валера, не изменяет, мы с ним в церкви венщины Вот там все и началось Просто ты, деда, слушай, дед свою жизнь прожил Да, я 37-го года 1900? Нет, первые две цифры не скажу Это пароль от карточки Вот с бабкой мы один раз поехали, значит, на рыбалку Я говорю, дай 50 грамм для согрева выпив Она говорит, да ты ж на 50 граммах не остановишь Дед, мне некогда, ешь сюда Что, ужас какой-то, кошмар Валер? А? Кушать будешь? Не, не буду, спасибо Нет, ну я сама поем И еду я с этой рыбалки на скорете скорой помощи с алкогольным отравлением Дед, мы сюда отдыхать приехали, а ты нам мешаешь? Слушай, ладно, хорошо, отстану я от вас Только выполни мою просьбу Какую? У ваш старика сходи в магазин Хотя это две разные просьбы Хотя в магазин сходи Зачем? Купи 50 грамм И ты потом отстанешь от нас На сегодня 100%, я же рассказывал Ладно, хорошо Валер, Валера, я в магазин Алло, у вас Ген Карапетович У нас душ течет Да, пришлите мастера Спасибо Здорово, соседа Да нет, ты что в шкафу делаешь? Моль травлю Чем? Анекдотами И, короче, этот грузин говорит А где ты успокойся? Здравствуйте Сантехника вызывали? Да, конечно, проходите, пожалуйста Вот, значит, у них там душ Вот у них там все течет Да Дед, нифига себе у вас в сантехнике Да, это Валька Представляешь, она у нас раньше В местном стриптиз-клубе работала Да А потом его закрыли Она в сантехнике пошла А что, руки к трубам уже привыкли Надо же где-то денежку зарабатывать Я извиняюсь А где у вас вода перекрывается? А, я сейчас покажу Дед, я быстро Давай Так, дед На, забирай Я все тебе купила Спасибо Иди домой, а Мне в душ надо сходить В душ не пущу Почему это? Короче, не знаю, как тебе сказать Там Валерка с другого колодца воду пьет Что? Ну, короче Он на чужую сливу залез Чего? Да, блин, скажу, как есть Короче, он на чужой почте начал пенсию получать Валентина, спасибо А главное, так быстро и качественно Я даже не думал, что девушки так умеют Валера, ты прям вовремя У меня все ассоциации закончились Валера, ты че мне изменяешь? В смысле? Она думает, что ты из чужого колодца воду пьешь Да замолчи! Валера, я все поняла Я собираю вещи и езжаю домой Да правильно, Лен, езжай Если уже изменил, будет изменять Да, Дед, ты че делаешь? А че ты стоишь? Беги, за любовь надо бороться Лена, подожди Лена, беги! Валера, догоняй! Дед, ты че творишь, а? Опять моих клиентов распугал? Сколько можно из-за твоих выходок? Мы так скоро... На Бентли накопим Блин, слушай Но 9 тысяч за 12 минут, это рекорд Потому что я профессионал Ну все, не хвастайся Давай иди на исходную Там семья на подходе С детьми? С детьми Ну, это полегче будет Друзья, на Кубани принято так Если администрация Краснодарского края Берется кому-то помочь То делает она это основательно Аплодисменты Черный ворон, что ты бьешься Над моею головой Ты на выси не добьешься Черный ворон, я не твой Зашибись! Попросили в администрации Четыре папахи! Дядь Паш, че ты там вообще говорил? Я сказал, что мы петь не умеем Нам дали хор Лучше б ты сказал, что мы деньги зарабатывать не умеем Че мы теперь с этой толпой делать будем? Слушай, Рыжий У нас 80 человек в подчинении Давай себе платный пляж отожмем, а? Дядь Паш, это хор! То, что это хор, знаем только мы Для других это люди с оружием Слушай, дядь Паш, почему я именно тебя послал в эту администрацию? Тимофей, вот если б ты пошел, ты б че попросил? Бусики Бусики То есть с хором, в принципе, еще удачно все выехало Послушай, ну может быть у них есть какая-нибудь курортная песня Про Сочи, про море, а? Ах ты все широкая Не, дядь Паш, все-таки про степь Про знаменитую черноморскую степь Ты че, для казахов хор просил? Так, друзья, простите нас, пожалуйста, вы нам не подходите Во-первых, вас очень много Во-вторых, вы нам мешаете А в-третьих, ну, увы, ну, вы бесполезны для нашего выступления Отставить свой рот на мой хор открывать Разойдись, атаман идет Пропустите, пожалуйста, разойдитесь, пожалуйста Пропустите, пожалуйста Сказал же пропустить, атаман идет Че вы меня позорите? Так, вы кто такой? Я атаман доберман Почему доберман? Да какая тебе родница? Что значит хор не нужен? Что значит бесполезны? Да нас в каждой станице хлебом да солью встречают Хоть бы раз супа налили По-вашему что? Это певцы ряженые? Да это казаки настоящие Мы до сих пор по казачьим традициям живем Вот Ванька до сих пор на печи спит И плевать, что она газовая Главное, традиции Вот Димка подкова Почему подкова? Его один раз в двери прибили На части? По пьяни А вот Митька битый У нее вся спина на гайка исхоженная Расскажи, что случилось? Стоп, слово забыл Ну как вы не поймете Ну не удивить, КВНовская жюри хором Кто в жюри? Известный режиссер Юлий Гусман Пелагея Ягудин Ягудин Пельж Отставить! Да ну поймите У нас летний кубок Нельзя просто стоять и мычать Нужно песни какие-нибудь петь Там про курорт Про отдых Песни нужны Ну-ка курортными по залу Плее И раз Вижу все на искусство Продавца я кинул сдачу По часам Целовал песок Вот такой вот эффект Отчащий У-х, хорошо! И-и-и-и-и-и-о! Эх, Люба! Эх, Люба! И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Анжела Твиттер написала, что Монте-Карло пьет вино, Хотя все лето загорала на крыше дома своего. Эх, врушка! И раз! Шел отряд по рейху, шел из-за река, Шел под красным полу сладким командир полка. Но тоже нашли, что вспомнить. Вот видите, мы как КВНщики можем, а вы так, как мы можете. Ну-ка! КОНЕЦ КОНЕЦ Дорогие друзья! Что мы хотели сказать в конце? Только жители Краснодарского края в летний период могут одновременно и работать, и отдыхать. Вот тому доказательство. Сегодня для вас работал ансамбль «Кубанская казачья вольница» и отдыхала команда КВН «Русская дорога» сборная АГПУ. Спасибо! А этот полуфинал мы по-любому выиграем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, а? Сразу видно, да, кто к полуфиналу мощно подготовился? Потому что здесь в полноги нельзя выступать Мы в прошлом году уже попробовали Если вышел, то нужно ярко, неожиданно, мощно Чтобы все обалдели Потому что впереди финал, назад дороги нет Вот и ёкарный бабай, вы кто такие, слышь? Вы кто, кто вас позвал? Слышишь, вы же не ори, это я сюда их привел Дядь Паша, зачем? 10 ноября день полиции, а я ответственный за праздничную программу Вот номера обкатываю Дядь Паша, кто это вообще такие? Ты чё, это мои коллеги из отдела по борьбе с наркотиками Дядь Паша, а почему они так выглядят? Они что, под прикрытием? Слышишь, рыжий, если честно, я не знаю, как этот препарат называется Может быть и под прикрытием Ладно, всё, девочки, можете быть свободны Но помните, 10 ноября концерт Ладно, я тоже пойду посмотрю, кто там в изоляторе сидит А чё это место такое? Там сейчас по-любому какие-нибудь звезды будут Ну что, можно начинать? Александр Васильевич Кстати, у нас для вас подарок, да Сейчас Якубович слюной зайдётся Егорыч, презентуй Александр Васильевич, специально для вас настоящая армавирская айва Да Очень вкусное варенье, просто сказка Особенно первая ложка Вот так вот первая ложка Егорыч, рот закрой, сейчас все поймут, что мы оттуда ели Лё, а какой шампунь лучше для головы? Тимофей, какой шампунь? Тебе врач сказал, таблетки пей Вот и пей А можно я Пелагею подарок подарю? Ну, дари, конечно Пелагея, угадайте, в какой руке? Тимофей, это плохой подарок Почему? Ну, хотя бы потому, что он поместился у тебя в кулачке А если там кольцо с бриллиантом? А если там майский жук? Вот покажи Ага, если улетит Так оно, встань на место Когда тебе сейчас стулом по голове до пенсионного возраста не доживешь? Мы просто все актуальные темы решили в одну шутку объединить Ну, чтоб не мучиться, как другие команды А что вы смеетесь? У человека нерв защемило Алексей, невежда, это модный танец из интернета Егорыч, прекрати, где ты, а где мода, а? Тебя мать до сих пор на кухне стрижет Алексей, я бы попросил Попроси, конечно, от тебя нормально стрижь, ты свой затылок видел? Кого-то руками выдергивает Так модно! И вообще я буду свой бьюти-блок запускать О, запускать это ты прям твое, да Ты один раз язву так запустил, у тебя еда вываливалась Юра, выключи, сейчас аккумулятор посадишь Дядь Паш, а это кто такие? Да просто изолятор покрасили, попросили пару часов по городу погулять, пока краска высохнет Слушай, дядь Паш, ну их прям много Это еще не все, мы просто МКАД переходили А надо было перебегать Слушай, Юра, пока есть время, своди их в цирк, а? Ого, дядь Паш, ты своих подопечных любишь Не, это просто цирк ненавижу Слушай, дядь Паш, а ты вот ради победы на что готов? Когда трезвый ни на что А когда пьяный? Когда пьяный, сейчас пьяный, а что? Короче, дядь Паш, у меня есть план Сейчас мы разделимся и внедримся в другие команды И тогда по-любому кто-то из нас пройдет в финал Да, а потом уже тот один всех остальных за собой подтянет Это как тогда с ветрянкой? Да с какой ветрянкой, Тимофеем? Короче, Егорыч, ты идешь к борцам Тимофей, ты идешь к Раисам Дядь Паш, ты берешь вятку Ты что такое на камеры говоришь, рыжий? Я вяток не беру Дядь Паш, это команда Слышишь, если бы была команда вятки брать, я бы об этом первый узнал Ладно, короче, дальше без меня Дорогие друзья, перед отъездом на полуфинал с нами такой случай произошел Представляете? Стоим мы в Армавире на вокзале, ждем поезд Пасмурно так, еще дождик мелкий-мелкий такой моросит И к нам бабушка подходит, старенькая У нее платочек на голове, в руках палочка потертая И она руку к нам тянет, а ручка тоненькая-тоненькая И она дрожащим голосом говорит Ребята, а это вы в Москву на полуфинал КВНа едете? Мы говорим, да, бабушка, мы Она говорит, а возьмите меня с собой Я вам пригожусь Видите, не пригодилась Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога» Сборная АГПУ Наш знакомый сюжет мы решили взять из самой известной анекдотичной ситуации Итак, жена с любовником в постели вот-вот неожиданно должен вернуться муж Ну что, дорогая, а? Ну что, может быть, начнем? Ну прекрати Ну что, прекрати, я весь горю, ну давай Ну вдруг муж неожиданно вернется Какой? Какой муж? Мы с тобой пять лет встречаемся в вашей квартире И он ни разу неожиданно не вернулся Ну такой у него график работы Какой? Какой у него график работы? Вот, пожалуйста, я себе все записал Смотри, я приходил в обед на 15 минут Вечером на полчаса Приходил в час ночи, на час, в два дня, на два дня Я приходил в 17.45, на 15.47 Приходил в полночь, уходил в полдень Потом я болел, но лежал у тебя Да даже весь чемпионат мира по футболу Я смотрел здесь И ни разу твой муж неожиданно не вернулся Где Виктор? Ну что ты завелся? Наверное, едет с работы Подожди, давай и с этим разберемся Смотри, сначала ты мне говорила Он долго едет, потому что засыпает на кольцевой в метро Я купил вам машину Потом ты сказал, что он не может припарковаться И кружит всю ночь вокруг дома Я купил вам квартиру на Арбате С подземной парковкой Потом ты сказала, что в центре постоянные пробки И он не может добраться до дома Я купил ему реактивный ранец Когда прилетит Виктор? Да не знаю я Ах, не знаю? Ладно, все, мне это все надоело Я ухожу Приходил? Приходил Про меня спрашивал? Сегодня как никогда, еще и завелся Подай хлеб Черт возьми, пять лет в этом аду живем Давай ты с ним расстанешься Какой расстанешься? Он нам все дал, понимаешь? Ты в туфлях кожаных ходишь А не в полторашках Пластиковых, обмотанных скотчем Как раньше Ты борщ ешь из тарелки А не из полторашки, обмотанной скотчем И живем мы в двушки А не в полторашки, обмотанной скотчем В Бутово Пока он нам все дает Будем жить по его правилам Виктор Виктор, это я, любовник Открывай, я знаю, что ты там Будь мужчиной Черт возьми, я так и знал Что он когда-нибудь неожиданно вернется Прячься Куда? На балкон? На балконе он будет искать В первую очередь Прячься в шкаф Так, где он? Он на балконе, да? На балконе его нет Я тебя спрашиваю, где он? Здесь никого нет Не лги мне Я начинаю подозревать Что вы с мужем меня обманываете Тебе показалось Не ври мне, я говорю, где он, а? Он в шкафу? В шкафу? Ты в шкафу? Нет А где ты? В командировке? Че ты врешь? Ты в шкафу? Я поймал мужа Мужа, я мужа поймал Здоровезного мужа Это лучший муж на свете Кто поймал мужа? Я поймал мужа Че ты не танцуешь? Танцуй Это наша общая победа Кто поймал? Мы поймали мужа Эй, мы поймали Выходи, че ты там стоишь? Выходи к нам Вот он муж, а? Сфоткай меня с мужем Круто Круто Круто, да Я мужа поймал Да не просто поймал А где? В шкафу Ну че ты плачешь? Это все неправильно Ну почему? Потому что это я тебя поймал А должен был ты меня Ну не реви Берли руку Как тебя зовут? Игорек Игорек Ну хочешь, что я приду завтра Ну скажем, часов в семь Неожиданно Очень неожиданно И застукаешь меня с ней? Да А ты скажешь, дорогой Это не то, что ты подумал Ну конечно А тебе поверишь? Нет, конечно, я же не дурак Круто Слушай, а может ты будешь прям сбитой? А у меня нет биты Надо купить Купи, конечно Все, тогда я в магазин с забитой Пока, Игорек Доставай список, че там? Отдохнуть две недели в Кисловодске Ха, это по старой схеме Скажем, что ты приболел И застукать нас можешь Только в санатории Че ты смотришь? Иди собирай вещи Йоу, пипл Короче, мы с братуха сняли Клип, чтобы стать Настоящими крутыми рэперами Короче, пипец, как тяжело Снимать клип Внимание на экран Короче, бро Так жить больше нельзя Нужно отсюда выбираться А как? Ну я не знаю Какой-нибудь крутой клипак снять А кто его тебе снимать будет? Ну давай вот этот чувак Который сейчас снимает Снимешь нам клип? Ловите трек из армавинской трущобы Это настоящий гангстерский рэп Трущобы Я опасный гангстер С меня взятки гладки Я родился осенью В ржавой девятке А где родился бро Он сам вам расскажет Бро, как ты? Да все нормально, бро Только капец меня поломало Лучше синицы в руке Чем в руках синицы Ловите трек из третьей городской больницы Одна на двоих жизнь Одна боль Одни похилы Ты просто не мочи Не мочи Эй Вы че творите, дебилы? С женщинами сплю С тринадцати лет Пятнадцать бабки не стало Теперь со мной спит дед Эй Ты че с дедом на одной кровати спишь? Ну да, че Да ну тебе нафиг Да куда ты пошел? Че здесь так Да ну надо же клипах снимать Ну че ты Ну перестань Ну давай клип снимем Ну че ты Ну нормально же было все Ладно, пойдем снимать Пойдем На нас за наши тексты иногда наезжают Но мы за свой рэп всегда отвечаем В любое время Абсолютно В любой точке Кто за теплоход оплатил Предъявляем квиточки Братан, ты че творишь? Мы не заплатили Ты че издеваешься, что ли? Сладкая жизнь Как сыр в мышеловке Схватившись за сыр Попадаешь в ментовку От тюрьмы зарекаться Никогда не спешите Эй Понятые Подойдите Подпишите Мы гангстеры с детства Все тело в шрамах Его бил отец Меня шлепала мама Администрация Вы полотенце заказывали? Спасибо большое Бро, ну мы же заплатили Бро, ты че творишь? Я знаю, чувак Это ж я оплачивал Ну че, бро, не получилось клепак снять? Ну да, не получилось Поехали домой в провинцию Поехали Не забывай свои корни Помни, есть вещи на порядок выше Че, на автобус? Поехали на автобус Не забывай свои корни Помни, есть вещи на порядок выше Спасибо Финал дорогу Через праздник Решил протащить, протащить, протащить Масляков прокасник Хеллоу, пипл А, нет Хеллоу, пипл Ну а Сразу видно, да Кто на дне рождения настроение создает Да, кстати Сегодня очень важное мероприятие Сегодня будем бороться За кубок мэра Москвы Нет, конечно Поинтереснее было бы побороться За другие вещи За машину мэра Москвы За часы мэра Москвы За квартиру мэра Москвы Но кубок тоже хорошо Потому что если выиграть кубок мэра Москвы То пройдешь в финал А если выиграть квартиру мэра Москвы То и нафиг этот финал не нужен Так, Тимофей, а ну замолчи А что замолчи? Седьмая игра в этом году Ты знаешь, когда я последний раз дома был? Когда? Когда ты пришел ко мне 8 лет назад И сказал, пойдем в КВН играть Так а ну успокойся, не порт праздник Александр Васильевич Вы только на его слова не обижайтесь Просто правда всегда глаза колет Ну с другой стороны Серьезно, нам очень тяжело Сегодня будет играть Да Мы же люди из провинции А шутить надо про Москву А мы что про Москву знаем? Ничего Мы же с вами разные Вот у вас Если человек в подкатанных штанах С бородой на самокате едет Значит он модный А у нас Если человек в подкатанных штанах С бородой на самокате едет Значит дядя Колю Окончательно завернуло Вот у вас есть рестораны Где люди в темноте кушают А у нас есть районы Где люди в темноте кушают Алексей, прекратите В конце концов Помимо кубка мэра Мы и день рождения КВН отмечаем Поэтому можно в честь праздника Я пару стопочек пропущу? Пропусти, конечно Че ты за одной хлещешь? Ты вообще, доктор, че сказал? Если будешь так прикладываться То про тебя ребята в финале Будут шутить только хорошо Блин, пить нельзя Петь можно? Можно, пой Песня про одного из членов жюри Максим Лексудов Не понимает Ни команды Ни игру Потому что В жюри сажают Только раз в году Все, понял Кстати, Александр Васильевич Мы в честь дня рождения КВН вам такой подарок Приготовили Та ты че, да? А давайте я вам не буду Говорить, что за подарок Я вам лучше покажу А вы угадайте Смотрите Ой, боже мой, как вкус Вы будете угадывать или нет? Вот что вы за человек такой А? Я в вашу игру должен играть А вы в мою нет Дядь Паша Презентуй Юра, да выключи это И что, где, когда С днем рождения КВН Дядь Паша Ты че издеваешься? Торт из хлеба А где я тебе в КПЗ Бисквит найду? Дядь Паша Это плохой подарок Вот ты рыжий, а Свинья ты неблагодарная А? Третий отряд Всю ночь 16 тысяч Че так С тазу вымачивал Чтобы этот торт сделать Да я сам обалдел Они так старались Как будто для себя Это делали Дядь Паш У тебя заключенные убегают Вот сволочь, а Опять троянский торт сделали Дядь Паш В смысле? Троянский торт? Да это еще что? Они один раз Троянские нарды сделали Да Я вот так вот 6-4 кинул 10 человек сбежали Дядь Паш Вот у меня к тебе Один вопрос Вот ты в детстве Кем мечтал стать? Да никем Везет тебе, дядь Паш У тебя мечта сбылась Ах так? Тогда я больше слова не скажу Понятно? Уже сказал одно Да пошел ты нафиг Уже три после этого сказал Звуки тоже издавать нельзя Уходи молча Блин, слушайте У меня ж Дядь Леня в Москву переехал Он может сейчас на сцену выйти А этого нельзя допустить Я пойду его задержу Дядь Лень Дядь Лень Ты только не выходи Егорыч Я сегодня в церкви был И что? Не было нас там вчера Видать, мы после сауны Сразу домой поехали Во! А че вы приехали? Здорово! Здорово. Вы с полушки вылете Че приехали? А мы приехали на кубок мэра Москвы Отмечайте днём рождения КВН. Чё, серьёзно? Днём рождения КВН? Чё ты не сказал? Я поделся хотя бы нормально. Александр Васильевич, с днём рождения КВН, да? Это, КВН, ну там всего... Да я не ототру уже. Это, давайте левой. Хотя, а нет, всё, две испачкал. Это, с днём рождения КВН, там дома КВН, дача КВН, всего КВН. Чё это, слушайте, а банкет будет в честь праздника? Ой, не знаю, мы как-то не планировали. Давай, ты чё, надо сделать, я могу его, кстати, организовать. Давай, кто это на банкет придёт? Константин Львович Эрнст. Так, значит, пластиковую посуду мы убираем. Хотя, с чего они есть будут, не со стола же. Возвращаем. О, ещё и стол нужен. Вот, закути меня. Всё, прекратите. Вы свою задачу знаете. Конечно, до 65 лет дожить. Я ж правильно понимаю, сейчас всем такую задачу поставили. Ну всё, хватит. Это серьёзное мероприятие, вы понимаете? Конечно, понимаю. Знаешь, какие у меня конкурсы весёлые есть? Мой любимый называется Кокорин и Мамаев. Да. Берём стул, ставим его в центр, люди начинают бегать. И что, кто первый сел, тот выиграл? Нет, там задача в другом. Нужно умудриться не сесть. Всё, прекратите, Алексей. В смысле, Алексей? Вы что, меня узнали? Да вас все узнали. Вы думали, переоделись, всё, другой человек. Ах, так? Тогда я сейчас найду гримера и так загримируюсь. Вы меня в жизни не узнаете. Как достал этот шизофреник. Видать, зря его мать в детстве по голове била. Егорыч, вот ты сейчас смеёшься, а где-то в Армавире голодают африканские дети. А тебя никто не заставлял на африканке жениться? АПЛОДИСМЕНТЫ Хеллоу, пипл! А чё это вы такие грустные? Как будто вам английский язык в школе. Леонид Слуцкий преподавал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей? Это вы? Конечно я, Ханыга Усатая. А почему вы в борцов загримировались? Просто изнутри хочу понять, как они финал прошли. У них же юмор тупой. Чё? АПЛОДИСМЕНТЫ Чё мы приехали? Самокат был. Вот и приехали. Алексей, можно я попробую загримироваться? Ну попробуй. Лёха, а чё-то я не верю, что ты Лёха. А ну ответь на мой вопрос. В каком году мне отшибла память? В 2007? Хм, и не проверишь. Танцуй, пока молодая, девочка рая. Ну, а? Чё? Егорыч, это ты? Естественно, Алексей. А почему Вера из Раис? А чтобы пить столько, сколько захочу. И вы мне за это ничего не сделаете. Вы же не поднимите руку на женщину. Ну, не будем проверять. А чё это вы все загримировались? Я тоже хочу. Хм, интересно, а в кого эта Тимофейка загримируется? Ой, да в кого он там загримируется? Там грим осталось. Лободе на одну ресницу. Это что за покемон? Егорыч, просто стой, не двигайся. Он сейчас нас обнюхает и уйдёт. Да это я, Тимофей. Я просто в ноги его загримировался. Нагиев так не выглядит. Ага, а ты его до шоу окна видел? Слушайте, а давайте пока мы в этих образах пойдём и нахамим Александру Васильевичу. Он их из финала выгонит, а русскую дорогу возьмёт. Егорыч, ты нормальный. С чего ты взял, что это Александр Васильевич? А вдруг это загримированный дядь Паша? Слушай, и правда. Стоит, ничего не делает, улыбается. Один в один, как дядь Паша на работе. А любовь снипая, Сердце разрывает, Горими глазами. Юра! Музыку выключи. Сейчас аккумулятор сядет, ты его сам из тюрьмы вытаскивать будешь. Ну, юморок. Здорово, ахламоны. Дядь Паш, а чё это ты в Богдана загримировался? Я ни в кого не гримировался. Это я, Богдан. А чё ты так оделся? Ты в обычной жизни в полиции работаешь? Нет. Я просто люблю красиво одеваться. Всё, спасибо большое. Ипровизировать не надо. Дальше мы сами. Тише, тише, моя рыжая истеричка. Я вообще-то вам в финал хочу помочь пройти. Не надо, ты уже вятки в полуфинале помог в финал пройти. А вообще, Александр Васильевич, посмотрите на сцену. Какая крутая картина получается. Представляете, сейчас на сцене стоят 4 финалиста высшей лиги. Мы ребят попросили, они бросили все свои дела и приехали сегодня, чтобы нам помочь. Вот что значит настоящая дружба. Вообще, мы считаем, что в финале в этом году должны играть только настоящие друзья. Ну и вятка тоже, чё там уже, да. Спасибо. С вами была команда КВН «Русская дорога» ГПУ и её друзья. Друзья, обычно кризис среднего возраста у мужчины начинается в 40 лет, а у КВН-чика после 6 сыгранных игр в сезоне. Итак, представьте, команда КВН «Русская дорога» на приёме у самого известного армавирского психолога. Блин, да где он ходит 4 часа? Его ждём уже. Извините, ребят, задержался. Был важный звонок. Позвонил. Антон Силуанов говорит, «Коль, если левая ладошка чешется, это к деньгам?» Я говорю, а вы что, в приметы верите? Он говорит, а что мне остаётся делать? Так, ребятушки, ну что у нас опять случилось? Александр Васильевич опять заставляет нас играть в музыкальный фристайл. Стоп. Мы же это обсуждали. Слова, которые вызывают у вас импульсивно-депрессивное состояние, мы меняем. Давайте заново, как начинали. Хорошо. Лучик солнца. Вот. Опять заставляет нас играть в музыкальный фристайл. Так, на фразу «музыкальный фристайл» вы тоже плохо реагируете. Давайте её заменим. А на что? А что вы любите? Холодец. Молодец. А, я понял. Лучик солнца. Опять заставляет нас делать холодец. А мы не умеем делать холодец. Нам медведь на руки наступил. У нас для этого холодца ни копыт, ни хвостов нету. И вообще, у меня уже от этого КВНа крыша едет. Мне такой страшный сон приснился, словно я свиную голову надел и дагестанцев по гостинице гонял. Ой, Егорыч, ты в тот момент ещё не спал. Вернёмся к проблеме. Вы вообще не поёте? Вообще. Подождите, ну вы же три года играли в высшей лиге. Вы же что-то пели? Ну, пели. Например, вот это. Поехали. Три, три, ноля, три, единицы. Записывайтесь моей мамке на ресницы. Юля пила для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли, у Юли. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Это шаг, вот, вот, искай. Бу-бу-бу-бу. Пучка, пучка. Так прекратите. Слушайте, это и правда бесит. И что, люди с этого смеялись? Прикинь, даже Путин в одной восьмой. Сначала Путин, а потом реакцию люди увидели, тоже подхватили. Хорошо, если вы не поёте, почему вы не подойдёте и не скажете об этом Александру Васильевичу? Какой, скажете, Александру Васильевич? Мы только месяц назад при виде него на колени перестали падать. Хорошо, если вы боитесь сказать в глаза, давайте мы позвоним. А у вас что, есть его номер? У меня все номера есть. Давайте телефон. 57. Каждый год номер меняет. Александр Васильевич, вам звонят. Давайте, высказывайте претензию, только делайте это в песне, чтобы устранить сразу два комплекса. Вы не любите нас нисколечко, ведь у вас команд сколько хочешь, а мы ездим за вами послушные, говоря себе, он хороший. Озвучьте проблему. Третий год уже играем вышки мы, и ни разу в финале не были. Говорят, что Бог любит троицу, но когда вы против, он бессилен. Довите на жалость, пойте про семью. Вы везде нас за собой таскаете, но есть и плюс популярности нашей. Мы с семьей стали чаще видеться, только не со своей, а с вашей. А теперь самая главная претензия, только одного понять не можем мы, принцип схемы этого сезона. Почему в финал попасть пытается обладатель кубка чемпионов. А теперь ты хами, а ты сглаживай. Васильич, Васильич, пацаков дядя Саша, раздражаешь, его хамство наше. Есть претензия, ее скажет Леша, если у вас недостаток один, вы хороший. Ну что, полегчало? Да, спасибо. Ну все, едьте в Москву и без победы в Армавир не возвращайтесь. Александр Васильевич, нажмите завершить вызов, а то Роман бешеный, денежка капает. Ну что, hello people, сегодня по-любому холодец выиграл. Тьфу ты, холодец, музыкальный фристайл. Да, мы же из самого музыкального города на планете Земля. Серьезно. Да у нас даже у мэра фамилия припев. Да, его когда люди в приемной ждут, секретарша выходит и говорит, подождите, подождите, сейчас припев будет. Да ладно, что я вам расскажу. Сразу у нас дядь Паша договорился с администрацией, чтобы нам выделили кубанский хор. Встречайте. Дядь Паша, ты че издеваешься? Ты в какой администрации их просил? В администрации Камеруна! Да это настоящие казаки из Краснодара! А что мы с ними делать будем? Слушай, рыжий, я не знаю, но думайте быстрее. Потому что сейчас футбольный клуб Краснодар без полузащиты играет. Лёх, а кто из них Тимати? Да Тимофей, это не Блэк Старн! Друзья, простите нас, пожалуйста, но для нашего музыкального фристайла вы не подходите, вы бесполезны. Простите, извините. И вот ставить свой рот на мой хор открывать! Разойдись, атаман идет! Что значит хор не нужен? Что значит бесполезный? Да ты, ёлки-палки, нифига себе! Блин, никак не могу к ним привыкнуть. Самое главное, к этим привык, а к этим не могу. Ёлки-пау-пау! Да прекратите! Вы кто такой? Я их атаман. Атаман именем. Почему именем? Потому что я один белый среди черных. Ёлки-пау-пау! Ну поймите, у нас кубок мэра Москвы. А чем ваши ребята могут удивить Москву? Удивить Москву? Например, вот этим. Москва, Москва, бите-гейте, армии-бак, Устаница, шо-беста, я-па-па-па-па-па, эй! Ну? А? Ну хорошо, это весело для приезжих. А чем они удивят коренных жителей Москвы? Коренных жителей? Вот этим. Да вы поймите, ваш хор нам как снег на голову. Ой, нифига себе! С снегом нас еще никто не сравнивает. Остави смеяться над снегом! Ну вы поймите, никто не поверит, что это казаки. Не поверят, что казаки, то это потомственные казаки. Вот, например, Михайло, ну а он в Москву за рыбным обозом пошел. Как Ломоносов? Как дурак, все на самолете полетели, а он проспал. Ну вы поймите, что с их приездом в нашем селе хоть весело жить стало. Раньше какие были развлечения? Только коровы из колодца достать, а теперь и баскетболы, и рыбатлы матерные! Так прекратите! Все равно никто не поверит, что это казаки. Не поверят? Ну-ка, хлопцы, отдохнем по-русски! И зажигаем по-черному! Распрыгайте, хлопцы конец, а я дайте спочивать! А я пину садзеленень, 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 чеку-ка-ка! Маруся! Раз, два, три, Карина черная, А я пину садзеленень, 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 с Александр Васильевич, а посмотрите на сцену, какая картинка крутая получается, да? Представляете, мы ребят попросили, они бросили все свои дела и приехали сегодня, чтобы нам помочь. Просто мы считаем, что в этом году в финале должны играть только настоящие друзья. Алексей, вы же это в приветстве говорили. Говорила, человек не чешется, у нас время идет. Мы бы за это время уже два конкурса выписали. Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога» и фолк группа «Маруся». Просто нам замещана от года «Русская дорога». Странно, не получилось. А что странного, ни на одной репетиции не получалось. С чего вы взяли, что на игре получится? Ой, да ладно тебе, Егорыч. Ну что, хеллоу, пипл! Ну, а, сразу видно, да, кто ради победы готов лепешку расшибиться. Вы бы хоть для приличия встали. Я что, еще не встал? Кстати, Александр Васильевич, у нас к вам претензия. Нет, вы, конечно, большой молодец, что такой классный финал организовали. Но людей с провинцией могли бы и предупредить, да. Мы бы хоть поприличнее оделись. А то что это получается? Шесть тысяч смотрят на людей в одежде за пять тысяч. Ага, на меня в последний раз только глаз смотрело, когда я голову в улей засунул. А зачем ты голову в улей засовывал? Пчелиным ядом насморк лечил. И что, помогло? Ну да, я когда с реанимации вышел, насморка вообще не было. Вот ты балбес, Тимофей. А ты что смеешься, Егорыч? У тебя что-нибудь есть? Да, песня про мой домашний интерьер. Матрас-табуретка, москитная сетка, вместо стола ящик с газеткой. Это не порог и не минимализм, а просто банальный алкоголизм. Вот, Егорыч, молодец, взял свою проблему, просто на музыку положил. Прекрати, Егорыч, соберись. Мы должны сегодня разгромить наших соперников в пух и прах. Но ты сам говорил, это наши друзья. Тимофей, это финал. Дружбу на шею не повесишь. А и в ломбард не сдашь. Чего? Серьезно, я пробую. Я два раза Тимофея водил, его ни разу не приняли. Мы даже готовились. Тимофей. Я не Тимофей, я кулончик. Пока, ну прекратите оба, что вы несете? Да, кстати, Александр Васильевич, у нас для вас, как всегда, подарок. Да. Вот, пожалуйста, мы вам приготовили подарок. Золотую рыбку. Да. Вот, посмотрите. Она, кстати, исполняет три желания. Ну и за кого-то у нас только одно осталось. Зато у меня кроссовки новые. Это можно было одним желанием загадать, а не два тратить. Левый и правый. Александр Васильевич, ну смотрите, мы ваши желания исполнили, теперь вы наши исполните. Давайте нам медали. Тем более нам много не надо, всего лишь три. Четыре. Да, дядь Паш, прекратите. Зачем вы с этим мешком на сцену вышли? Да иду заключенных с Новым Годом поздравлять. Тем более они скинулись на подарки по тысячу рублей. И что вы им собираетесь дарить? По пятьсот рублей. Да, дядь Паш, ну хватит. Слушайте, ну правда, лучше бы пошли делом занялись. Вы вообще работать собираетесь. Если бы я работать собирался, я в полицию не устроился бы, понял? Дядь Паш, ну серьезно. Прекратите, у вас все шутки дурацкие. А что ты такой злой, рыжий, а? Да потому что. Это, возможно, наша последняя игра. А я даже не знаю, как об этом сказать Александру Васильевичу. Ну напиши смс-ку ему. Дядь Паш, это ты можешь семью по смс бросить. А это дело серьезное. Как последняя игра? Мне нельзя заканчивать с КВНом, мне надо до 27 доиграть. С чего ты взял, Тимофей? Я тебе секрет, может быть, раскололил? Ну тебя не из-за КВНа в армию не берут. Блин, я так и знал. Скажите честно, я гей? Как мне проверить, мне МРТ надо делать, да, или что? Вот видите, а вы говорите не злиться. А как не злиться, если в команде одни идиоты играют? Я их даже перед финалом выгнал, кастинг новый организовал. Эти пришли и опять победили. Да потому что мы талантливые. Да потому что никто больше не пришел. Алексей, вы просто погрязли в своих провинциальных стереотипах. А мы же люди, которые придерживаются молодежных тенденций. Это ты мне про молодежные тенденции будешь говорить? Ты лучше людям расскажи, сколько женщине лет, с которой ты живешь. Тридцать, с хвостиком. Не может быть хвостик больше, чем туловище! Есть 62, Гоген усатый. Ну все, Алексей, перестаньте злиться. Да как перестать злиться? Вы не понимаете масштаб трагедии. Александр Васильевич по-любому плохо отреагирует на наш уход. С чего вы взяли? Потому что я его очень хорошо знаю. Вот давай смоделируем ситуацию. Как будто ты. Это я, а я это Александр Васильевич. Ну давай, Леша, заходи. Что ты мнешься там? Александр Васильевич, мы уходим из КВНа. Что? С КВНа они собрались уходить? А ну сюда иди. А ну, Александр Васильевич. Я уже 15 секунд, Александр Васильевич. Я, значит, им шутки по ночам пишу, форму шью. Бобро в поле суловлю, чтобы у них шапки не закончились. А они с КВНа собрались уходить. Я на Мстителей за вас не ходил. Ну все, Алексей, прекратите. Какой-то бред. Да я понимаю, что это бред. Дорогие друзья, извините нас, пожалуйста. Но это все из-за того, что мы очень сильно устали. Правда. У нас, представляете, в этом году восьмая игра. Мы в Армавире почти не были. Мы в Армавире почти не были. Нет, согласен, это звучит больше, как будто я хвастаюсь, но все же. Серьезно, я свою семью не видел. Вот для меня ребята... Ребят, идите сюда, пожалуйста. Вот для меня капитаны других команд стали, как вторая семья. И, кстати, моя вторая семья очень похожа на мою первую. Серьезно. Вот смотрите, например, Дима Бушуев, он как мой дед. Ну у меня просто тоже дед как-то на 6 лет пропал. Потом вернулся, начал рассказывать, что он еще тот, что у него все впереди. Не, ну мы-то понимаем, да, так киваем ему из вежливости, да, Александр Васильевич? Вот Леша из такта, он как мой зять. Ну, муж моей сестры. Тоже в нашей семье появился недавно, такой скромный, неуверенный, да, а уже на наследство претендует. Не, ну мы-то ему сразу сказали, да, тормози, братан, куда ты лезешь, тут деду еще ничего не перепал, а уже ты. Ну, Богдан с плюшек, он как мой отец. У меня просто тоже отец, когда я ипотеку выплатил, потом целый год вот так ходил. Вот Лена из Раис, она как моя мама, тоже взрослая, умная женщина. Ну, как с девочками соберутся? Песни, танцы, дети, куча непонятного народу. Ну, Юсиф как моя жена, да. Тоже по дому ходят с литном купальники и не до конца понимают, чем мы тут в КВНе занимаемся. А вообще, знаете, друзья, у меня есть мечта, чтобы сегодня, в такой важный для меня день, две мои семьи объединились. Вот моя настоящая семья. Знакомьтесь, семья Кривени. Вот представляете, сейчас на сцене стоят две моих семьи. Нет, согласен, это больше звучит, как начало программы «Пусть говорят», но все же. Знаете, я в конце хотел бы сказать искренне. Если сегодня из ребят кто-то победит, я за него буду искренне радоваться, потому что это моя семья. Я также уверен, что если выиграю я, то ребята будут радоваться за меня. Ну, кроме Бушуева, он очень сильно выиграть хочет. Спасибо большое. Спасибо. Александр Васильевич, а вам мы хотели сказать бы большое спасибо за то, что мы прошли такую школу жизни, как КВН. Ну, раз КВН — это школа, то мы бы ее хотели закончить золотыми медалями. Спасибо. С вами была команда КВН «Русская дорога». Ну что, пацаны, зажжем! С Кубанской стороны, где рады всем костям, Где люди видели Москву лишь только в новостях. Мы вышли налегке, лишь шапка и усы, Вообще не опасаясь даже встречной полосы. Три года поиграв, настал такой момент О том, что Армалирье знает даже президент. Себе объединить мы две биты смогли, И вот шагают по дороге русской дураки. Просто нам завещана от Бога Русская дорога, русская дорога, русская дорога. Давай, Тимопей! И... Все! Просто нам завещана от Бога Русская дорога Хеллоу, пипл! Ну что, последний конкурс? Ну, честно сказать, знаете, мы в нем не собираемся распускать. Да. Ну, мол, мы столько лет играли, Дайте нам медали, нас для этого рожали. Давайте, жюри, так договоримся. Если смешно выступим, вынь да положь. Нет? Давайте разбираться, почему. Что не так? Юра, музыку выключи, сейчас аккумулятор на бобике сядет, ты его один до Армавира толкать будешь. Дядь Паш, ну, может быть, хватит? У нас последний наш конкурс, а вы нам мешаете с якобы вашим существующим Юрой, который вам музыку включает. В смысле не существующий? Юра, ну иди сюда! Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует сюрприз! Ну что, Рыжий, съел? А? Дядь Паш, вы что, издеваетесь? Юра, это Юрий Викторович Аксюта, музыкальный продюсер Первого канала? Рыжий! Юра, это Юра! Да, дядь Паш, Юрий Викторович, это человек, который спродюсировал шоу «Голос», три аккорда, фабрику звезд. Да ты чё? Так вот почему за нашим УАЗиком постоянно охрана на Гелендвагене ездит. Да, дядь Паш, ну прекратите. Юрий Викторович, здравствуйте. Привет, парни. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Александр Васильевич. Юрий Викторович, а у нас вот финал высшей лиги КВН, музыкальный конкурс. Это мы очень сильно выиграть хотим. Может, вы нам поможете, а? А мы в долгу не останемся. Да похоже, что останетесь. Ладно, шучу. Что у вас рассказываете? У меня ухо болит. Как думаете, продуло и не прижилось? Да прекрати, Тимофей! Что ты несешь? Юрий Викторович, у нас группа есть, которая постоянно по кастингам ходит. Вот. Побудете продюсером? Побуду. Да, консливающий? А, ну все, мы тогда переодеваться. Дядь Юр, а сколько вы в месяц зарабатываете? Не жалуюсь. А зря. Иногда полезно выговориться. Здорово, звали? Вы кто? Мы группа Shadow of the Sky, слушайте наш первый трек. Вы что, рэп читать будете? В смысле читать? Мы его выучили. Поехали. Давай. 2-0-1-2. Это показания счетчика. Холодная вода. Да. Модная девица нарастила ресницы. Захотела девица на лифте прокатиться. Меж дверей ее ресницы зажались. Девчонка уехала, а веки на веки остались. Как спать? Как тебе спать? Нет. Я даже готов. Вот здесь. Хай. Бу-бу-бу. Пышка. Пуля. Пышка. Ребята, вы не в ноты, не в ритм не попадаете. Вы понимаете? А мы не в ноты, не в ритм не хотим. Мы в голос хотим. Голос дети или обычный? Идиотизм. Голос идиотизм вообще подходит. А когда вот запускается это, а то у нас проблемы по графику. У нас суббота, воскресенье, бассейн. Да, мы там воду сливают, мы и сережки ищем. Да. У вас все? Не, не, у нас есть крутой трек. Давай, бро. Поехали. Это трек про его бывшую. Ее зовут Оля. Выкуси овца, у меня концерт в «Крокусити Холли». Бегала Оля до перекати-поли. Спортнулась, зуба ломала. Встала, отряхнулась и сказала такую штуку. Ух, я тебя сиротой догоню, сука. Еее. Это сиротой, вот, все знай. Бу-бу-бу-бу. Пушка, 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 пуля. Бро, бро, слышишь, я уже прям чувствую запах успеха. Это не от нас, это от дяди Юры. Ну, теперь-то все. Не, не, у нас еще есть один трек. Давай, новогодний. Поехали, да. 1-8-6-1. Аба-аба. Это год отмены крепостного права. Happy New Year, everything, everybody. Как-то разострял Санта-Клаус в дымоходе. Нарядили елку, разожгли камин. В этом году подарков не будет. Аминь. Еее. Это шаг, вот, вот, я знаю. Пушка, 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 пушка. Стоп, ребята, хватит рэпа. Это я не только вам говорю. Парни, я вам честно скажу, вот с такой ерундой вы точно финал не выиграете. А что нам тогда делать? Вы откуда? Мы из Армавира. Из Армавира. Ну, возьмите какой-нибудь хит. Возьмите какой-нибудь кубанский, там, колорит, я не знаю. Ну, пойте от себя, про себя, ну, в конце концов. Да у нас проблема, мы петь не умеем. Да не голосом надо петь, душой надо петь. Душой, не голосом. А, спасибо большое, Юрий Викторович, спасибо. Спасибо, парни. Спасибо. Спасибо. Александр Васильевич, состоялось мое крещение на КВН, и вот и я сыграл. Спасибо. С Новым годом. Слушайте, пацаны, а правда крутой совет, а? Что, осталось только придумать, какой хит взять? А что думать? За нас уже давно все придумали. Ну что ж, друзья, вот и пришли те самые новые лица. И сейчас эту песню мы споем по-новому. Команда КВН «Русская дорога» ФИТ, Кубанская казачья вольница. Давай, Егорыч, выиграем на вокально-болевых! Восемь лет назад где-то глубоко в провинции Четырех парням приснили сами столицы Восемь лет пролетели, как одно мгновение И вот на этой сцене шумазковым поет другое поколение И мы уверены, все было правильно Ни разу не выпрашивали, чтоб не дали, дали нам Отступали мы, но возвращались состязания Допазовая свое право на существование Сколько раз нам говорили, надо закругляться Мы отвечали, нет, шоу должно продолжаться Я помню первую шутку, первый смех в зале Как потом родители встречали на вокзале И даже через годы Любовь и кревель в сердце Сохрани, поверьте Дорогие друзья, на самом деле это чистая правда Ровно восемь лет назад мы с командой сидели перед телевизором И смотрели финал высшей лиги КВ И тогда в 2010 году победили бак соучастники Простые парни из города Армавира и станицы Брюховецкой Именно в тот момент у нас появилась мечта Тоже когда-то в жизни испытать такие же эмоции Ну а сегодня Ну а сегодня заканчивается наша история И мы уверены, что сейчас В этот самый момент по ту сторону экрана Сидят парни с горящими глазами И их история только начинается Мы хотим обратиться сейчас к ним Пацаны, ну что вам пожелать? Удачи! У вас все получится У нас же получилось Ну а с вами три сезона была команда КВН Русская дорога Ну что, good bye people Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok